Ударить в тыл ИГИЛ, уверяет Нью-Йорк Таймс, в ближайшие несколько недель собирается Пентагон. Речь идет об операции в Ливии против боевиков халифата, которые захватили большую часть страны. Это могут быть, судя по полученным журналистами данным, удары с воздуха и рейды элитных американских подразделений. Так, Вашингтон пытается загнать обратно Джина, которого фактически самый выпустил ИГИЛ. Ровно пять лет назад, когда, казалось, из заветной сказочной бутылки вылетит ветер перемен арабской весны. И американские политики сейчас признают, они просчитались, думая, что либеральные идеи приживутся, и демократии будут рождаться в Северной Африке одна с другой. В результате получили рост и радикальных настроений, и террористической угрозы, и обнищание вместе с гражданскими воинами практически всюду, куда ветер занес семена арабской весны. Ведь тогда, пять лет назад, все казалось простым и романтичным. На тунисском рынке женщина-полицейские опрокинула миску с фруктами, наказывая продавца. У парня сдали нервы, и он совершил самосожжение. Гранаты и лимоны раскатились протестом не просто по всему Тунису. Взорвался весь регион. Свергли с боями. Каддафи в Ливии, Мубарака в Египте, попытались Асада в Сирии и королей в Иордании, Марокко, Бахрейне. Это называли революцией Фейсбука, потому что на улице, требуя светлого будущего, вышли молодые, прозападные, продвинутые. Мой коллега Евгений Баранов подвел итог этой пятилетки, начавшейся с революции таких разных цветов. Жасминовая, горчичная, белая. Романтический спектр надежд, который за пять лет приобрел все оценки черного. Сейчас, по прошествии пяти лет с момента начала арабской весны, уже совершенно очевидно, что единственный ее позитивный результат – это бесценный опыт. Опыт, оплаченный жизнями сотен тысяч людей, веривших в лучшее. В остальном, лишь Тунис, страна, с которой, собственно, все и начиналось, может похвастаться тем, что ей относительно повезло. Может, но не делает этого, вероятно, чтобы не сглазить. Я бы не спешил с уверенностью в том, что Тунис уже пережил эту арабскую весну. Это американцы хотят убедить арабов и весь мир в том, что Тунис – идеальный пример. Для этого они помогали Тунису, оказывали материальную и военную поддержку для борьбы с терроризмом. Но для арабов это не так. Смотрите, сейчас Тунисе опять неспокойно. За этим стоят в основном братья-мусульмане. Мы также видим там флаги ИГИЛ. Американцы почувствовали, что карта арабской весны бита. Поэтому хаос в Тунисе еще возможен, и мы вновь можем стать свидетелями кровавых и трагических событий. Пятилетка бесконечной бойни, рухнувшие государства, около миллиона погибших и порядка 800 миллиардов долларов ущерба. Все это вынуждает арабов к поиску виновников этого кошмара. И они находят его на Западе. Поразительное, но общее видение роли Запада в событиях – вот уже шестой год сотрясающих регион – это, пожалуй, единственное, что сегодня объединяет сторонников и противников арабской весны. Наконец-то люди, которые десятилетиями подвергались унижению, жили в нищете, а чьи интересы никогда не учитывались, натерпевшись от светских правительств, обычно поддерживаемых Западом, вышли на улицы, чтобы заявить «хватит». Но теперь, пять лет спустя, я вижу, что это движение, начинавшееся как чисто народное, крайне быстро пало жертвой разложения. Коррупция и в итоге стала играть по нотам, написанным империалистическими режимами в Вашингтоне и в Европе. Так видится вина Запада свободомыслящему арабскому либералу левых взглядов из Лондона. А вот как на это смотрят в Каире. Например, депутат парламента, популярная египетская писательница Ламиз Габер, которая считает события арабской весны одними из самых страшных в своей жизни. Мне кажется, что вся Европа и американцы, конечно, делали все, чтобы арабская весна прошла для них успешно. Например, в Ливии итальянцы и французы убили Каддафи. Делали все так же, как американцы в Ираке. Это был вооруженный разбой. В Ливии разделили нефть. Немного Франции, немного Италии. Сейчас ИГИЛ продает сирийскую и иракскую нефть туркам. Я бы хотела, чтобы они сами попробовали на вкус ту демократию, которую они так щедро дарят арабским странам. И они ее обязательно попробуют, потому что зло бумерангом возвращается. Таким образом, относительно того, кто же виноват в бедствиях, постигших Ближний Восток, особенных расхождений нет. Разницы лишь в том, что одни считают, что Запад присвоил себе результаты стремления арабов к свободе, другие настаивают на том, что арабская весна и все, что с ней связано, с самого начала чисто западный проект. И тут факты говорят сами за себя. Мы видели, что изначально группа западных активистов, последователи Джина Шарпа, находились в Тунисе и Египте. Мы также знаем, что ключевую роль в развязании войн в Ливии, Йемене и Сирии сыграл сенатор Джон Маккейн. Все это так, но есть и другие факты. События на Ближнем Востоке были вызваны совершенно объективными причинами. Социологи задолго до начала волнений предупреждали о том, что они неизбежны. Виной тому демографический взрыв в регионе, приведший к появлению огромного количества ничем не занятой молодежи. Социальные программы светских режимов обеспечивали молодым людям образование, воспользоваться которым они не могли. Развитие интернета открыло и навязало им мир с его возможностями потребления, рождало в них иллюзию сопричастности цивилизации, частью которой они не являлись. Теперь, когда мы видим поведение этих молодых людей на улицах европейских городов в качестве беженцев, об этом можно говорить уже совершенно уверенно. Местные элиты, погрязшие в коррупции, не реагировали на предупреждения. Запад, в полной мере пользующийся плодами этой коррупции, не очень на этом настаивал. События арабской весны застали американцев врасплох, и в особенности это касается событий в Египте, где переблились различные интересы стран Запада. Поняв, что нужно что-то делать, Вашингтон попытался оседлать движение и солидаризироваться с какими-то силами, действующими внутри арабской весны. В итоге, когда братья-мусульмане были избраны в Египте демократическим путем, это вызвало нервозность Запада и привело к быстротечному налаживанию связей с египетскими военными и, в конечном итоге, к военному перевороту и свержению законно избранного президента Мурси. Действительно, радикальный ислам американцы вырастили сами в качестве эффективного оружия в борьбе против Советского Союза. После крушения СССР, идеи социализма, на которых держалось подавляющее большинство светских режимов на Ближнем Востоке, выродились естественным образом. Замены социализму в регионе мог стать лишь политический ислам, потому что демократия – это идеология лишь в понимании американцев. Для всех остальных – это методика прихода к власти. И вот они пришли к выводу, что раз угроза идет с Ближнего Востока, а Ближний Восток в основном весь управляется авторитарными режимами, авторитарные режимы плохие и воинственные, а демократические режимы, наоборот, мирные. И, как известно, демократии друг с другом не воюют. Поэтому, если там будет много демократий, то угроза Соединенным Штатам снизится. Вот примерно такая логика. Ну, плюс к этому добавлялась масса других факторов, в том числе, может быть, и меркантильных, там, нефтяные, еще какие-то. Но основным пафосом служила вот эта вот, как мне кажется, очень примитивно понятая либеральная идеология. Итак, спустя пять лет арабская весна позволяет подвести некоторые промежуточные итоги. Во-первых, любые события, претендующие на статус революционных, будут революцией лишь в том случае, если приводят к утверждению принципиально нового общественного устройства. В любом другом случае, это переворот, у которого есть заказчики, спонсоры и исполнители. Во-вторых, если арабская весна действительно, не дай бог, станет революцией, то лишь в том случае, если в результате к власти придут исламисты, потому что политической альтернативы исламизму в регионе не существует. В-третьих, в современном мире любым властям необходим постоянный, объективный, социологический, демографический и культурологический мониторинг положения дел в обществе. Потому что любой вовремя незамеченный перекос может теперь привести к последствиям, многократно превосходящим вызвавшие их причины. Ну и, наконец, сегодня всем можно рассчитывать только на самих себя. Властям бессмысленно взывать к международному праву или устоявшимся межгосударственным договоренностям. Оппозиция же рассчитывает на безусловную поддержку, связанную с отстаиванием ей каких бы то ни было принципов. В случае с властями перед глазами должен возникать пример египетского президента Мубарака, обласканного Западом, связанного с ним военными контрактами, в конце концов гаранта мира и стабильности в регионе. В случае же с оппозицией пример это несчастная участь Мухаммеда Мурси, прошедшего через тюрьмы борца с режимом, выигравшего первые за долгие годы по-настоящему демократические выборы в стране. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Андрей Маслихов. Воскресное время.